Продолжение следует... Итак, 1 мая. На арене Космополитен в Лас-Вегасе состоится рейтинговый поединок в первом среднем дивизионе между экс-чемпионом мира по версии WBO британцем Леоном Смитом и бывшим обладателем пояса также WBO только в 147 фунтах американцем Джесси Варгасом. И не исключено, что победитель проведет встречу с австралийцем Тимом Дзю. Итак, букмекерские конторы считают фаворитом поединка 33-летнего экс-чемпиона мира. Смит давно выступает на высоком уровне. В его резюме есть поражение только от топовой оппозиции. Леом, как правило, успешен против соотечественников, но он тут, как говорится, американец. И он всегда побеждал боксеров из Великобритании, как неудивительно, а тут может споткнуться. Букмекерская контора 1XB дает на победу британца коэффициент 1.47. Ну, а насчет Джесси. Джесси начинал карьеру в 140 фунтах, затем выступал в 147 фунтах. И неудивительно, что американец идет андердогом, ведь он выступает против природного представителя первого среднего веса. Тем более, Варгас не выходил на профессиональный ринг уже два года. И котировка на победу Варгаса составляет 2.88. Вы можете поставить на этот поединок или на другие противостояния в 1XBet. Каждому, кто введет мой промокод, при регистрации гарантирован бонус. Поэтому залетайте, регистрируйтесь и получайте бонус при депозите. Последний бой Варгас провел в феврале 2020 года. Он проиграл Майке Гарсии решением судей. А Смит в октябре 2021 нокаутировал Энтони Фаулера в восьмом раунде. Пройдемся немножко по боксерам. Итак, Лиам Смит. Он занимает пятую строчку в рейтинге. Также он занимает в рейтинге WBO. Также пятую строчку. Также он является четвертым номером по рейтингу WBA. Ему 33 года. Он британец, как я уже говорил. Дебютировал он на профринге в 2008 году. Вообще, Лиам выходец из такого боксерского семейства. Так как его младший брат Калум был также чемпионом мира по версии WBA Super. Только во втором среднем весе. Лиам тоже не слишком-то отстал от своего родственника. Так как тоже владел одним из титулов, как я уже говорил. Он владел ним в период с октября 2015 по сентябрь 2016. Удерживал он пояс WBO, но затем проиграл его Саулю Альваресу. Забавно, кстати, что и его брат также уступил свой титул Канелло. Ну, я думаю, это многие знают. На счету бывшего чемпиона мира по версии WBA 34 боя, 30 побед, из них 17 нокаутов, 3 поражения и 1 ничья. Смит выигрывал у Роберто Гарсии, Лиаму Вильямса дважды, Джимми Келли, Джона Томпсона. В 2018 году он проиграл Хайме Мунгии, а в 2021 Магомеду Курбанову. И на данный момент Смит находится в хорошей форме, но все-таки, конечно же, его пик прошел несколько лет назад. Это дает вот хорошие шансы Варгасу. Ну, конечно, я не собираюсь списывать вот со счетов Смита. Это делать не стоит. Этот боксер имеет богатый технический арсенал, обладает неплохим ударом, особенно справа. Рост экс-чемпиона 176 сантиметров, размах рук 178. Смит отлично показывает себя на длинной дистанции, может взвинчивать темп в любой момент боя. Он вроде бы так боксирует неспешно, потом бах, взвинтил темп, набавил. Учитывая, что Варгас часто отдает вот инициативу после экватора боя, он устает, то вполне мы можем увидеть резкий всплеск от Смита именно в таких поздних раундах. Но перейдем к Джесси Варгасу. Вот, Джесси Варгас. Он давно получил статус неактивного боксера. Он экс-чемпион мира в дивизионах суперлегкий и полусредний, поверьте, в WBO и WBA. Начал он путь к высшим достижениям еще в любительском ринге, где он тогда, кстати, тренировался под руководством Роджера Мэйвезера. Он тогда сумел стать чемпионом национальных первенств в Мексике и США. Ну а в 2008 дебютировал на профринге. Ему 32 года, Джесси Варгас в профи бокса провел 34 боя, в которых 29 раз побеждал, 11 раз нокаутом. Также было у него 2 ничьи, ну и 3 поражения. Неудачными для него стали поединки против Тимоти Брэдли, Мэнни Пакьяо и Майки Гарсия. В 2016 году Варгас владел поясом WBO. Он тогда нокаутировал Садама Али из США, но затем проиграл свою защиту пояса не обыкому, а самому Мэнни Пакьяо. Да, он выстоял все 12 раундов с Пакьяо. После того боя было у него 2 ничьих с Эдрианом Бронером и Томасом Дюлорном. Также у него победы над Аароном Эрреем, Умберто Сото он побеждал. Последний раз он выходил в ринг в феврале 2020. Ну вот 2 года уже как не боксирует парень. Проиграл он единогласным решением судей Майки Гарсии. И за последние 3,5 года Варгас одержал только одну победу. Да и то над возрастным ветераном. Рост Джесси 180 см при таком же размахе рук. Любопытно, что в антропометрии американец намного превосходит британца. Ну, хотя изначально между ними было 2 весовых категории. Варгас мог неплохо ударить в 140 фунтах. Но с переходом в новый вес он растерял ударную мощь. И его процент нокаутов 32% от общего числа поединков. То есть, маленький. И вообще он сам, в принципе, ни разу не проигрывал досрочно. У него хорошая держалка. Конечно, он бывал в нокдаунах, но всегда подымался. Разберем немножко бой. Вообще, Варгас вот такой жесткий боксер. Он может легко перерубить в ближнем или среднем бою. Длина рук у него хватает на это. Его скорость нанесения ударов довольно быстрая. Также он работает по этажам. Но нет у него нокаутирующего удара. И это является, конечно же, для него проблемой. Потому что соперник, который боксирует с ним, он не боится его ударов. То есть, он может пойти в размен, не бояться этого. Но я думаю, изначально, конечно же, Варгас будет пытаться держать Леома на дистанции. Он будет бомбардировать оппонента джебами. Будет выбрасывать очень-очень много ударов. Варгас, как правило, часто атакует по корпусу. И Леому нужно будет прессинговать. Прессинговать, потому что Варгас теряет концентрацию. Он делает ошибки, теряется под прессингом. И, как я уже говорил, Варгас после экватора боя немножко устает. И вот здесь нужно будет включиться Леому. Конечно же, по таймингу, по скорости Варгас превосходит Леома. Тут даже не о чем говорить. Итак, прогноз. Букмекеры явно недооценивают Варгаса. Я так считаю. Которые по уровню ничем не уступают тому же Курбанову, побившему Смита. Пусть и крайне спорно. Я смотрел этот бой. Я считаю, что зря отдали Курбанову победу. Ну, это не важно. Не о том. Джесси превосходит, я считаю, британца в габаритах, в тайминге, в скорости. К тому же, у 32-летнего их чемпиона огромный опыт. Это не просто какой-то там парень, да, с окраины, который вышел. Да, у него простой, но этот простой, как говорится, опыт есть опыт. И в любом случае, поединок этот будет очень конкурентным. Будет ли досрочная победа в этом бою? Ну, со стороны Варгаса такого ждать не придется. Ну, и как я уже говорил, у него нету такого нокаутирующего удара. А вот сила удара Леама Смита довольно весомый аргумент. Ну, и Варгас, да, парень, он крепкий. Как я уже говорил, он держит удар. Он может упасть, но подымается всегда. Конечно же, Смит может победить. Я его не списываю со счетов никогда. Это хороший боксер. Но все же я считаю, что в этом бою у Джесси намного больше шансов уйти с рингом победителем. У него преимущество в антропометрии, в скорости, в тайминге. Тем более удар он держит неплохо. Я думаю, он должен вытягивать этот бой по очкам. Поэтому мой прогноз Варгас решение. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также пишите комментарии. Как вы считаете, кто одержит победу в этом бою? Удачных ставок. Пока.